Здравствуйте дорогие подписчики моего канала. С вами Валентин Шкандыбин. Перед вами находится мой телефон Asus Zenfone 2 модель ZE551ML. И сегодня я делаю такой обзор по поводу этого аппарата, в котором обнаружились некоторые проблемы. Аппарат был куплен мною в магазине Юлмарт в Ростове-на-Дону на коммунистическом Зорге 4 декабря прошлого года. Здесь в чеке это можно увидеть. На данный момент у нас за окном месяц март, 17 число. И что же мы имеем? Сказать, что аппарат меня не радовал все эти месяцы, я не могу. Вся та начинка, все те функции и возможности, которые заявлены производителем, они полностью отвечают запросу и никаких нареканий. За это время каких-то зависаний, сбоев никогда не было, каких-то глюков. То есть аппарат работал исправно. Но спустя 4 месяца обнаружилась следующая проблема. В верхней части экрана, вот здесь появилась небольшая рябь, такие полосочки побежали. Ну и уже буквально через пару часов аппарат стал вообще себя вести неадекватно. Вот я его сейчас разблокировал и начинаю листать. Что мы видим? Большая часть экрана у нас не работает. То есть работает только верхняя часть. Что-то производить как-то нормально, работу, звонить, писать уже стало невозможно. Обратился к интернету в поисках каких-то ответов на вопрос, в чем же проблема и как это решается, как это вообще такое происходит. Я ничего, даже наталкивающего меня на такие же проблемы у других обладателей этого телефона, я не нашел. Естественно, на сайте производителя тоже ничего об этом не говорится, кроме как положительные отзывы, восхищение и все-все классно. Вот. Что меня спасло и что меня натолкнуло на прояснение, что же это за ситуация такая, что же такое произошло с моим телефоном. Это был сайт YouTube. Я в поисковике вбил, не помню уже точно как, потому что было много попыток что-то найти. По-моему, вбил проблемы с дисплеем Asus Zenfone 2. Вот. И мне начали выскакивать ролики, в которых люди также демонстрируют телефон и показывают ту же самую проблему с дисплеем. Вот. И когда я написал в комментариях, что же за проблема, как это лечится, один добрый человек мне написал, что это проблема модуля дисплея, лечится только заменой дисплея в сборе целиком и является браком производителя. То есть, если говорить о том, что, например, я его как-то некорректно использовал, там уронил или же там поцарапал, намочил, это все исключено, потому что вот вы видите телефон практически новый за эти 4 месяца. Когда я его использовал в чехле и никак не ронял, не топил, все было хорошо. Вот. Пока что не было времени мне повезти его в магазин, чтобы каким-то образом там они мне прояснили ситуацию, что дальше делать. Может быть, направят в сервисную службу и там мне что-то скажут, может быть, даже починят. Но пока что делаю обзор с той ситуацией, которая есть на данный момент. Если вдруг у вас есть такая же проблема и вы не знаете, что с этим делать, пишите комментарии под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Вот. И до новых обзоров. Когда как-то ситуация прояснится и что-то получится в лучшую сторону для меня, я, естественно, сделаю повторный обзор и расскажу, что же там было и как это все вылечилось. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Валентин Шкандыбин.